Уважаемые коллеги, естественно, что с такой патологией, как эндометриоз, вы ежедневно сталкиваетесь. Поэтому я не буду долго останавливаться на его точном определении, только отмечу, что на сегодняшний день и теологии патогенез этого заболевания неизвестны. Частота генитального эндометриоза. Для женщин менопаузального возраста он достигает 2%, у молодых женщин до 30%, а у пациенток с бесплодием от 50% до 80%. Причём я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что такая же частота бесплодия 58% характерна и для светлоклеточной аденокарциномы яичников. Это может служить косвенным доказательством того, что эндометриоз может стать причиной и других более тяжёлых заболеваний женской репродуктивной системы, которые характеризуются сходным гормональным, иммунологическим и молегулярно-генетическими нарушениями. Впервые патогенетическую связь эндометриоза и рака яичников отметил ещё в 1925 году Сэмпсон. Он обнаружил клеточные элементы эндометриоза в опухолях яичников. Символично, но не могу не отметить, что в конце 70-х годов именно о связи эндометриоза и злокачественных опухолей яичников говорил Иоанн Владимирович Богман. Причём он отметил, что частота встречаемости сочетания этой патологии, этих патологий, значительно выше, чем описано в литературе, поскольку в силу своих морфологических особенностей рак яичников диагностируется обычно на третьей-четвёртой стадии, когда окружающие фоновые процессы, окружающие ткани претерпевают, подвергаются значительной трансформации. Хочу обратить ваше внимание на исследование, которое было выполнено в Швеции и с участием более 20 тысяч больных эндометриозом. Наблюдение более 11 лет. Это исследование показало, что риск развития рака яичников в этой группе больных был примерно в два раза выше, чем в популяции в целом. Также этот риск значительно возрастал при непосредственном эндометриозе яичников. В целом у женщин с эндометриозом риск развития рака яичников был на 20% выше, чем в популяции, а по другим данным до 37% и даже 42%. Другое исследование при участии 13 клиник, которое включало около 8 тысяч больных раком яичников различных морфологических форм, а также больных пограничными опухолями яичников и 13 тысяч женщин контрольной группы показало, что эндометриоз был обнаружен у больных раком яичников в более чем 9% наблюдений, у больных с пограничными опухолями в 8,8% наблюдений и у женщин контрольной группы в 6% наблюдений. Причём авторы приходят к выводу, что эндометриоз может быть ассоциирован не со всеми формами рака яичников. Так, в этом исследовании у больных раком яичников эндометриоз в 20% был выявлен у светлоклеточной аденокарциномы и в 14% у эндометриоидной или в 6% у муцинозной. Это, по их мнению, развитие только эндометриоидного и светлоклеточного рака яичников можно связать с патологией эндометрии, что, в свою очередь, лишний раз подчёркивает существенные различия в патогенезе первого и второго типа рака яичников. На сегодняшний день, по данным литературы, считается, что морфологический рак яичников, развившийся у больных с эндометриозом в 40-55% наблюдений эндометриоидный, в 20-40% светлоклеточный, сирозные и муцинозные по типу рака яичников выявляются значительно реже – до 10%. Кроме того, накопилась информация о частном сочетании эндометриоза со злокачественными новообразованиями не только яичников, но и эндометрии, молочных желёз, толстой кишки, желудка, особенно если в этих органах уже находятся какие-то хронические процессы. Кроме того, обращу внимание ещё раз на тот факт, что аденомиоз ассоциирован с 13-кратным увеличением частоты рака толстой кишки. Также высокая частота встречаемости эндометриоза и первично множественных злокачественных новообразований превышает 10%. Также хочется отметить, что на сегодняшний день морфологическая классификация рака яичников претерпевает значительные изменения. Если в 2002 году частота встречаемости эндометриоидной аденокарциномы составляла около 20%, то в 2014 году это 10-15%. Проведённое исследование в онкологическом научном центре показало, что за последние 10 лет более чем у тысячи больных раком яичников эндометриоидная аденокарцинома была выявлена в 8% наблюдений. При этом хочется обратить внимание на интересный факт. Эндометриоидный рак яичников в 90% наблюдений сочетался с патологией эндометрия. 77% – это рак тела матки и более 8% – это атипическая гиперплазия эндометрия. Говоря о диагностике эндометриоидной аденокарциномы, хочу заметить, что самым точным методом диагностики на сегодняшний день являются молекулярно-генетические исследования. Также проведённое в онкологическом научном центре исследование, данные принадлежат Светлану Викторовне Хохловой, показало, что среди носителей мутаций генов BRCA1-2 больных именно раком яичников доля эндометриоидного рака составила 9%. Однако, говоря о сочетании патологии эндометрия эндометриоидной аденокарциномы, возникает вопрос, являются ли эти два процесса независимыми, синхронными, первично-множественными заболеваниями, либо это проявление одного запущенного процесса – именно эндометриоидной аденокарциномы тела матки с метастазами в яичниках. На сегодняшний день для дифференциальной диагностики первично-множественных или метастатических опухолей яичников тела матки предложен целый спектр молекулярных иммуногистохинемических методов исследований, включающих проточную ДНК-цитометрию, исследования на потери гетерозиготности и тому подобное. Однако всё-таки окончательный диагноз остаётся за морфологами. Чтобы говорить о том, давайте вспомним, какие же существуют гистологические критерии первично-множественного либо метастатического рака тела матки яичников. Первые эти критерии были разработаны Ульбрихтом в 1999 году, затем скали систематизированы в 2002 году. Я вам только напомню, за первично-множественные синхронные опухоли говорят наличие мультицентрических множественных микроочагов пролиферации опухолевого роста в яичниках, одностороннее поражение яичника, локализация опухоли в пределах эндометрии или глубина инвазии не более одной трети, отсутствие лимфоваскулярной инвазии, а также присутствие в обоих органах таких морфологических изменений, которые могли бы послужить фоном для развития злокачественных опухолей. Именно опираясь на эти критерии, мы провели исследование. Больные в онкологическом научном центре синхронной эндометриоидной аденокарциномы тела матки яичников мы исследовали 116. Из них у 66 изначально морфологами были поставлен диагноз первично-множественные синхронные злокачественные новообразования, а в 50-ти наблюдениях это был рак тела матки с метастазами в яичниках. Перед тем, как приведу результаты сравнения, напомню, что по данным литературы, больные с солитарным раком яичников или с солитарным раком эндометрии преимущественно находятся в менопаузе и относятся к возрастной группе от 60 до 70 лет. Возраст больных с синхронными злокачественными новообразованиями эндометрии яичников составляет от 40 до 50 лет, при этом 10% больных по линеоплазии яичников тела матки моложе 40 лет. В нашем исследовании синхронный первично-множественный рак тела матки, рак яичников, чаще всего встречался у женщин возрастной группы от 40 до 50 лет, средний возраст 49 лет. При этом необходимо подчеркнуть, что у 12% больных по линеоплазии были выявлены в возрасте моложе 40 лет. Более чем у половины пациенток на момент выявления опухоли была сохранена менструальная функция, а почти в 23% наблюдений в анамнезе было бесплодие. Наибольший риск метастатического поражения яичников у больных раком тела матки имел место в возрасте от 51 до 60 лет, средний возраст 56 лет. Все пациентки находились в постменопаузе, средний возраст наступления менопаузы у них почти 51 год, а бесплодие имело место в 9% наблюдений. Клиникам рафологические особенности рака тела матки с метастазами в яичниках. Метастазы в яичниках при раке тела матки чаще всего выявлялись у больных, более пожилых женщин, менопаузе. В большинстве случаев у них наблюдался местно распространённый опухолевый процесс, при котором опухоль эндометрия, представленная преимущественно аденокарцинома из плоскоклеточной метаплазии или низкодифференцированной аденокарциномы, имела смешанную или эндофитную форму роста, занимала всю полость матки и переходила на цервикальный канал. Её размеры превышали 5 см, а глубина инвазии в миометрии составила более 1 см. В группе больных первично множественными злокачественными образованиями тела матки и яичников чаще всего заболевания выявлялись в молодом возрасте, при сохранённой менструальной функции. При этом в этих случаях в большинстве наблюдений выявлялась высокодифференцированная аденокарцинома тела матки с экзофитной формой роста. Её размеры редко достигали 5 см, глубина инвазии миометрии не превышала полсантиметра, опухоль эндометрия сравнительно редко переходила на цервикальный канал при глубине инвазии не более 1 см. При этом нельзя не отметить, что в этой группе больных в 40% наблюдений были выявлены ранние стадии рака яичников. Первая А, вторая А. Вероятно, этому способствовала ранняя манифестация рака эндометрия. Сравнили выживаемость в этих группах больных. Обратите внимание, выживаемость пятилетняя первичным множественным злокачественным образованием яичников тела матки составила 63,2%, а больные раком тела матки с метастазами в яичниках 32%. Однако, для сравнения, мы решили провести молекулярно-генетические исследования. К сожалению, мы их только начали проводить. Всего исследовали 10 образцов, 5 больных, по 5 из каждой группы. И вот мы сравнивали мутации в генах TEN, CTNN1, ARID1A. И вот обратите внимание, по наличию общности мутаций в опухолях эндометрия и яичников, мы судили о первичном множественном или метастатическом процессе. Вот образцы 8 и 15. Здесь абсолютно достоверные мы получили результаты в пользу рака эндометрия с метастазами в яичниках. Всего мы таких результатов получили 8, а 2 относительно достоверные. Здесь имеются мутации, но мы на основании их не можем однозначно сказать, являются ли опухоли метастазами рака тела матки в яичниках или это первично множественное новообразование. А это для сравнения. Вы обратите внимание, нет вообще общих мутаций. Это светлоклеточная аденокарцинома яичника и эндометриоидная тела матки. То есть гистологически две разные опухоли. А это вот более подробно мутации гена ОРИД-1А, по-моему, образец 8. Это при наличии мутации в гене ОРИД-1А наблюдается сдвиг рамки считывания в результате отсутствия белка, ядерного белка ОРИД-1А. Причём подобные же изменения мы проследили в очагах эндометриоза, которые мы также выделили у этих больных. То есть получается, что в большинстве своём однозначно опухоли, несмотря на клинико-морфологические различия, имеют единое клональное происхождение. Таким образом, основываясь на выявленных мутациях генов, можно предположить, что предшественником некоторых форм рака яичников является эндометриоз. Как эндометриоидная, так и светлоклеточная аденокарцинома яичников чаще всего не экспрессирует рецепторы эстрогенов и прогестерона. Это можно объяснить, вероятно, тем, что, следуя законам онкологии в процессе злокочистления, эндометриоз теряет эти признаки и становится гормонально независимым. Более того, снижение экспрессии орид-1а, 86% случаев атипического эндометриоза, является одним из первых признаков развития эндометриоидного рака яичников. Исследование ткани атипического эндометриоза с помощью молекулярно-генетического анализа, вероятно, позволит создать группы риска по возникновению некоторых форм рака яичников, в частности, эндометриоидные его формы. Так, проведённые исследования утверждают, что, выполняя аднексоктомию больным эндометриозом, добились снижения числа больных светлоклеточным эндометриоидным раком яичников. При другое исследование, которое затронуло анализы более 66 тысяч пациенток молочей 54-х лет, которые находились в менопаузе, и по поводу эндометриоза им была выполнена экстерпация матки с придатками, установили, что снижение общей заболеваемости практически всеми злокачественными опухолями репродуктивной системы. Одна долька экстерпации матки приводит к прекращению ретроградного поступления клеток атипического эндометриоза, атипической интраэпидитериальной гиперплазии эндометрии, противовоспалительных канцерогенных агентов во время менструации. Во-вторых, в результате этой операции менопауза наступает раньше, снижается концентрация эстрогенов, а если признать правильную теорию непрерывной овуляции, то, соответственно, снижается риск развития рака яичников. Известно, что применение оральных контрацептивов, комбинированных, значительно снижает заболеваемость раком яичников, кроме эмоционозного. В настоящее время при консервативном лечении эндометриоза используется целый ряд терапевтических направлений, которые включают противовоспалительные и гормональные лечения. Эндометриоз всегда ассоциируется с гиперпродукцией простагландинов, цитокинов, кемокинов и других генотоксических факторов. Что же касается гормональной терапии, то в лечении эндометриоза применяются оральные контрацептивы, донозол, прогистогены, агонисты гонадотропина релизин гормона. Комбинированные гормональные контрацептивы применяются как циклически, так и непрерывно. Вероятным механизмом действия этих препаратов является децидуализация с последующей атрофией эндометрия. Однако наиболее изученной группой гормональных препаратов, применяемых при лечении эндометриоза, являются агонисты гонадотропина релизин гормона. Эти препараты вызывают аминорию и прогрессирующую атрофию эндометрия. Можно перечислять еще множество различных направлений и препаратов лечения эндометриоза, но следует признать, что у нас до сих пор нет ясного понимания патогенеза развития эндометриоза, не говоря уже о многих механизмах развития опухолей. Правильной стратегией лечения эндометриоза, вероятно, следует признать индивидуализацию введения каждой отдельной пациентки, основанной на критериях, определяющих предпочтение того или иного метода лечения. Спасибо. Уважаемые коллеги, будут вопросы? Юлия Геннадьевна, извините, пожалуйста, а вот скажите, иммуногистохимически отдифференцировать эндометриоидные аденокарциномы яичников и тело матки возможно? Мы пытались провести это исследование, но, к сожалению, вот эти опухоли, они имеют идентичный иммунофенотип, поэтому для дифференциальной диагностики мы не можем использовать иммуногистохимию, только если рецепторы определяются, а это нет. Иммуноидентично. Я так поняла, что в основном ставят как первично множественный рак, потому что не могут иммуногистохимия... Ставят на основании вот тех критериев, которые сейчас приняты, именно морфологических всё-таки, но молекулярные генетические исследования их следует продолжать, мы их только начали, но мы надеемся, что они помогут нам прояснить ситуацию по этому вопросу. Ваше мнение если эндометриоидная аденокарцинома тела матки, у нас ставится эндометриоидная аденокарцинома яичников, какое лечение тогда для этих больных вы бы предпочли? Вы знаете, вот всё-таки у нас тоже... разные опухоли, разное лечение, разное течение. Вот всё-таки наши данные онкологического научного центра показали, что в этой ситуации лучше применять комбинированное лечение, то есть после операции всё-таки лечить, как химиолучевое лечение применять, тогда лучше выживаемость этих пациентов, причём оно достоверно лучше, я просто не заостряла внимание сейчас на лечение, но такие данные есть. Хорошо, будут вопросы ещё? А?